Добрый день, дорогие друзья, у микрофона Айдар Абайдулов. О птичьем гриппе и африканской чуме свиней поговорим мы сегодня. Гость студии Балтиплюс, заместитель министра сельского хозяйства Калининградской области, Евгений Балендор, Евгений Валентинович, добрый день. Добрый день. Ну, в целом, если говорить об эпизоотической ситуации у нас в регионе, какова она, как складывается вот на сегодняшний день? Вы знаете, со стороны, конечно, государственной ветеринарной службы проводятся все возможные мероприятия, плановые, неплановые. Обработки животных, которые необходимы для того, чтобы именно вот эта эпизоотическая ситуация в регионе оставалась стабильной. В частности, по особо опасным заболеваниям. Есть, конечно, небольшие доработки, условно говоря, которые влияют на нашу сохранность животных и благополучие региона, но они, скажем так, не вызывают особого опасения. Это заболевания там по лейкозу и по ранее уже обнаруженному птичьему гриппу и по ранее выявленному отчаясь свиней. Некоторые районы, конечно, являются, так скажем, неблагополучные в этой части, а в остальном, ну, скажем так, обстановка благоприятная, и эпизоотическая обстановка, она стабильная. Стабильно работаем, не волнуемся и не переживаем, но всегда держим на контроле любые заболевания, любой падеж и любые происхождения, которые могут вызвать в дальнейшем обострение этой обстановки. Но вот, тем не менее, очаг птичьего гриппа был обнаружен в Калининграде не так давно. Во-первых, как его удалось обнаружить, этот очаг? Что это за заболевание и чем оно опасно? Ну, вы знаете, наверное, самое важное в этом, что его мы все-таки обнаружили. Это очень хорошо. А бывает ведь фермеры скрывают, да? Правильно, да. То есть бывает, что скрывают и не показывают, и боятся не показывать, боятся показывать животных, которые содержат, птицы, которые содержат. Хотя, скажем так, этот год будет уже решающим, и с сентября начнется обязательное чипирование, маркирование, мечение животных, которые содержатся в личных подсобных хозяйствах, производствах. Поэтому это как неотъемлемая часть. Это касается сельскохозяйственных животных. Да, это все сельскохозяйственные животные. В этом году начинается обязательная вещь. Это как маркирование, которое будет проводиться в любом виде хозяйства. Вот. Ну, хорошо, что мы обнаружили очаг по гриппу птицы. Он был расположен в поселке Космодемьянского в ЛПХ. Вот. Человек самостоятельно обратился. Как только у него начался массовый падеж птицы, он самостоятельно обратился в лабораторию, направив туда труп птицы. Ну, и, в принципе, это повлияло... То есть это даже не фермер, это просто человек, у которого есть, что называется, личный двор, да? Да, 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 это личный двор. Это просто как бы между большими постройками имелось дом, в котором был прудик. В прудике находилась птичка, домашняя там утка, которая имела контакт с перелетной птицей. Поэтому это и послужило причиной, скорее всего, возникновения данного заболевания. Да не, скорее всего, так оно и есть, потому что основным все-таки перелетная птица, синантропная птица, является источником разноса и переноса птичьего гриппа и передачи его уже непосредственно в личных подсобных хозяйствах, ну, или на тех производствах, где это не защищено от этого и не принимаются, скажем так, правильные меры профилактики. То есть птичий грипп, он из рода вот этих всех гриппов, которые там свиной, да, человечьей, они родственники. Да, все верно, есть общие группы, есть общие группы для человеческого, есть общие группы для птичьего, для человека есть общие группы. Ну и самое важное, что здесь неотъемлемая часть, при возникновении таких ситуаций, конечно, привлекается Роспотребнадзор, потому что есть возникновение и причинные возникновения как у птицы, так и у человека, да, это как из единой группы, поэтому, конечно, это, скажем так... То есть птичий грипп, он может быть опасен и для хозяина, да? Ну так, гипотетически или действительно? Конечно, птичий грипп, он может быть, еще раз говорю, что это общее такое название, там, птичий грипп, общее название свиной грипп, общее название там для человека, потому что есть, скажем так, общие группы для этого направления, поэтому они имеют общее название, но между собой они все связаны, конечно. Тогда какие были меры приняты для того, чтобы вот этот очаг, который вот в поселке Космодемьянского был выявлен, как-то ограничить, ликвидировать его, и удалось ли, были ли успешными эти мероприятия? На сегодняшний момент мероприятия именно в рамках ликвидации и недопущения распространения все закончены, приняты максимально все те меры, которые описаны в правилах, в порядке, то есть оперативно была работа совместно была проведена как с Росельхознадзором, так и с владельцем животных, с администрацией города, Леонид Ивановне спасибо большое было, помощь с ее стороны, то есть всячески все структуры федерального уровня были задействованы в этом и все оперативно, в принципе, работали. То есть очень такой, скажем так, был большой пласт работы проведен и совместной, скажем, большой работы, поэтому быстро и оперативно все было завершено, а птица в очаге была уничтожена бескромным методом, та, которая оставалась еще жива, была уничтожена путем сжигания, а в районе 5 километров, получается, была установлена угрожаемая зона, так называемая, от очага, где полностью изымалась птица, ну, в частности, это было порядка 33 СНТ, вот, где птица изымалась и уничтожалась, также бескромным методом проводилось и отчуждение, плюс потом уничтожение путем сжигания. Ну вот компенсация какая-то владельцам птицы была предусмотрена? Однозначно, то есть было даже постановление правительства номер 6 от 11.01.23, где в целях вот этого всего нашего оккупирования, которое распространялось, было изъятие и уже было разработан и подписан уже правительством порядок компенсации и суммы, которые там будут компенсироваться. Ну, немного забегая там вперед, или для интереса, чтобы люди понимали, что цены взяты рыночные, никакие там не взяты промышленные, на оптовых, нет. Там максимально цены были так, чтобы люди не потеряли нисколько там при реализации про компенсации. Ну, если мы вот до этого говорили про аналогию, ну, что с обычным нам привычным гриппом, да, которым болеют люди очень часто, особенно вот в такую непонятную погоду, а как же, ну, может, и птицу стоило бы лечить? Ну, вопрос такой обывательский, конечно, да? Да. Как и человека лечат этот грипп? Почему тогда изъятие и уничтожение? Да, конечно, есть. Просто существует несколько, скажем так, направлений в реализации по недопущению. Ну, хорошо, то есть если мы возьмем направление, где можно провакцинировать птицу, то это направление, скажем так, оно, во-первых, в дальнейшем трудоемкое, если вдруг возникают повторные вспышки этого заболевания. То есть диагностировать гибель птицы, либо это вакцины, которые мы провели, скажем, подлечили птицу, либо это все-таки работа уже полевого штамма, более агрессивного и другой разновидности, скажем, другой группы. То есть диагностировать очень сложно, то ли это вакцинный, то ли полевой, что в дальнейшем в любом случае накладывает печать на действия наши. То есть мы можем сделать сегодня от группы H1N1, завтра это будет H5N1. То есть это другая уже группа, и вакцина, та, которую мы можем применить, она может не повлиять на распространение заболеваний уже от другого типа данного вируса. Это первое. Второе, мы максимально все-таки даже идя по направлению отчуждения, стараемся людям компенсировать то, что они потеряют. Ну и плюс каждый раз мы говорим о том, что компенсацию мы проводим через 21 день, как только мы закончили отчуждение птиц, человек может завести новое, но учитывать всегда и в дальнейшем, и в принципе основа всему служит, это, конечно, профилактика, выполнять правила содержания птицы, дабы не допускать у себя возникновения, даже если там все идеально, все хорошо. Поэтому вот такие направления. Но вот меры профилактики, каковы они? Они основные, это, конечно, исключить контакт с синантропной перелетной птицей. Максимально исключить, то есть если вы охотник, то есть контакты с той же птицей с охотой, то есть делать дезинфекцию, мойку, смену одежды, когда вы используете там входы в свое хозяйство. То есть просто-напросто обыкновенные меры профилактики по недопущению распространения. Это чистота, залог здоровья. Ну, перед тем, как мы уйдем на рекламу, последний короткий вопрос. А это такое же сезонное заболевание, как у человека, вот этот птичий грипп? Или оно в любой сезон? Может появиться летом, осенью, зимой? Оно может появиться в любое время, потому что здесь птица, а всегда она существует, и у нас ничего не замерзает, и зима легкая, и лето жаркое. Поэтому это не зависит от сезона, это зависит только от контакта с перелетной лисенатопной птицей. И его лучше минимизировать. Его лучше вообще исключить. Напомню, сегодня гость студии «Балтик Плюс», заместитель министра сельского хозяйства Калининградской области Евгений Балендор. Говорим мы, вернее, говорили в первой части о птичьем гриппе, а сейчас я предлагаю поговорить о второй страшной болячке, которую пугает обывателя, африканская чума свиней. Вот какова ситуация с этим заболеванием у нас в регионе? Если с птичьим гриппом, понятно, с перелетной птицей она у нас никуда не денется, соответственно, чума свиней откуда у нас берется, давайте напомним. Ну, давайте еще раз напомним, что по африканской чуме свиней все-таки природным резервуаром был и остается дикий кабан. Ну, а как мы понимаем, это такое вольное животное, которое перемещается как с территории Литвы, Польши, так и перемещается по всей территории Калининградской области. Ну, а, соответственно, вспышки в данных сопредельных республиках и странах регулярно происходят, они регистрируются там, поэтому история эта не заканчивается, она и будет иметь продолжение, скажем так, постоянно. Поэтому ситуация по этому заболеванию остается напряженной, и постоянно мы за ней следим, мониторим, и все-таки стараемся все принять меры, которые возможны по недопущению распространения возникновения. Напомню, что все-таки за прошлый год у нас, получается, было 11 случаев среди домашних свиней зарегистрировано, 12 было зарегистрировано среди дикого кабана, и по всем почти, ну, скажем там, по восточным областям эти регистрации вспышек были. Ну, вот в прошлом году один из калининградских фермеров пытался скрыть то, что у него в хозяйстве была вспышка АЧС, на него, по-моему, даже уголовное дело завели, да? Вот после этого случая как-то стали наши фермеры аграрии более ответственно относиться? Я, наверное, понимаю, что это вопрос больше не про большие крупные агрохолдинги, потому что там все-таки к ним, наверное, инспекторского контроля больше, да? А вот небольшие фермерские хозяйства. Ну, вы знаете, как бы еще раз, как мы начали в первой половине нашего, нашей передачи, рассказывать о том, что будет необходимость в этом году маркирования всех животных, так я и продолжаю, что это коснется и свиней в любых видах хозяйств, которые надо будет проводить и делать. Ну, вы знаете, наверное, еще не дошло до наших аграриев маленьких о том, что это существует, заболевание, что оно не придуманное минсельхозом для того, чтобы поддержать крупных производителей. Ну, я так цитирую массовые, скажем так, вбросы в мессенджерах, поэтому нет, все-таки люди, наверное, еще до этого не дошли считают, что все-таки власти пытаются не давать жить на селе. Хотя каждый раз, приходя, и когда наступает гибель, мы приходим, ну, ветеринарная служба в частности, мы говорим, ну, мы же вас предупреждали, мы же вас просили, этого не надо делать, не допускайте. Ну, люди разводят руками и через определенный промежуток времени продолжают этим заниматься. Вот это вот наша русская авось, да, авось пронесет. Ну, наверное, да, так это, но очень обидно, когда крупные хозяйства у нас, они существуют, они даже существуют, скажем так, нелегально, не то, что полулегально, они нелегально, они пытаются спрятаться за высоким забором, скрыться и, скажем так, никого информировать о том, что это содержится. Хотя я каждый раз говорю, что если вы все-таки заводите, ну, пожалуйста, вы предупредите ветеринарную службу, предупредите администрацию о том, что вы занимаетесь этим видом деятельности, в частности, там, разведения свиней, потому что помимо АЧС существуют другие заболевания, которые для человека опасны. Это, может быть, мы сколько раз говорили с вами, встречаясь в этой студии, говорили о том, что существуют паразитарные заболевания, которые могут вызвать гибель и не моментально, а через много лет проявляющиеся, там, тот же трихинеллез, то есть те, которые, там, личинка откладывают в мышцы, ткани человека, это более опасно, это заболевание очень контролируется всеми, начиная от Роспотребнадзора, заканчивая ветеринарной службой, мы следим и делаем трихинеллез копию обязательно. То есть есть еще классическая чума свиней, то есть много заболеваний, ящур есть, это тоже вызывает заболевание, как у человека, так и гибель массовая. Мы просим людей каждый раз АЧС, АЧС, но вы говорите нам об этом, то есть принимайте, мы же будем, даже если вы не хотите, чтобы, скажем так, было там правильно сделано по одному заболеванию, но делайте по другим заболеваниям все, что необходимо, потому что все они в едином, уже в дальнейшем мерам принимается профилактика и недопущение любого заболевания, выполнение простых ветеринарных правил. Как в одном заболевании, так и в другом. Они все схожи и только направлены не распространение, не допущение любого заболевания. То есть я правильно понимаю, что пока вот такого понимания ответственного отношения к своему делу, даже пусть это будет сельскохозяйственное животное, не у всех фермеров оно есть, да? Ну, части, наверное, все-таки это личные подсобные хозяйства, да? К сожалению, да, потому что все-таки каждый раз мы, вот я удивляюсь людям, но они почему-то считают, что власть региона только направлена на большие и крупные хозяйства. Хотя, со своей стороны скажу, что очень многое люди подтвердят, разыгрывается грантов. То есть всячески стараются поддерживать любое направление. Это будет КРС, это будет МРС, это переработка молока или другого вида продукции. То есть сельскохозяйство здесь хорошо и, ну, как бы высоко прыгает только при поддержании правительства. И когда человек замыкается в себе и обвиняет во всех, все, то есть заканчивается во всех своих, скажем так, бедах обвинять кого-то, то это закончится с обыкновенной вещью. То есть придется нам провести отчуждение, уничтожение, принятие мер. Больше ничего. Ну, тем более, что если мы говорим вот именно про АЧС, это же, как в прошлый раз вы говорили, да, что это неизлечимые заболевания, там, смертность 100%, это означает, ну, ладно, если у тебя в личном подсобном хозяйстве пало животное, но если рядом есть какой-то свиноводческий комплекс, это уже, что называется, угроза продовольственной безопасности. Да, как оно дальше, вот оно и так и получилось. То есть, возвращаясь к вопросу, человек действительно сокрыл то, что у него в хозяйстве, то есть он спрятал хозяйство там в лесу, условно говоря, сокрыл о том, что массовый падеж, а плюс все, что было связано с его хозяйством, это персонал, комбикорм или еще какие-то там виды, скажем так, техники, даже связанные с ним, все вокруг вымрало. То есть, все, кто имел контакт и имели свиней у себя, вызвало стопроцентную гибель. То есть, мы, все, что с ним связано было, в результате пришлось уничтожать, сжигать и принимать все меры. Но вот в этой связи проводятся ли какие-то проверочные мероприятия, ветеринарные службы и в личных подсобных хозяйствах, и в больших агрокомплексах свиноводческих? Обязательно. То есть, ну, самое простое, мониторится у нас Авито. То есть, как правило, люди стараются на Авито продать поросеночка или купить его. Поэтому, конечно, мы мониторим, стараемся понять, в каком районе, где начинается торговля. Она же тоже идет без сопроводительных документов, да. То есть, любой человек, приобретая, неизвестно, как говорится, кота в мешке, поросенка в мешке он покупает. И что с ним будет дальше, никто не знает. Мы, конечно, мониторим и стараемся всегда выйти на контакт с теми людьми, кто этим занимается, хотя бы понимать, где это и что это. Второе. Крупные хозяйства, даже в рамках, конечно, вот этой сейчас амнистии, они все-таки по ОЧС амнистию не получили, их проверяют хотя бы документарно, внешне, но проверка обязательно проводится. Поэтому здесь очень жестко, с очень крупными предприятиями это довольно-таки большая схема и большая, скажем, пирамида, которая проверяется и встраивается для безопасности. Ну, а по ЛПХ есть дворовые обходы, есть госзадания, так называемые, когда мы работаем во всех городах и селах, и поселках, и деревнях, ветеринарной службы в частности, то мы стараемся людям вручить и памятки, и флайеры, которые несут за собой, что это и как это. Если у вас есть эти животные, то, конечно, обращайтесь к нам и поможем вам, чтобы не допустить этого всего. Совсем немного времени осталось в эфире. Если коротко, основные меры профилактики ОЧС? Ну, меры самые простые всегда, и каждый раз они одинаковы для всех. Это не допускать свободное, выгульное содержание свиней. Делать все меры направленные на чистоту, как еще раз повторяюсь, залог здоровья и чистота у нас. Поэтому дезинфекция, мойка и меньше контакта с внешней средой. Так же, как и с птичьим гриппом. Не допускать контакта с перелетами дикими птицами. Аналогично. И чистота. Спасибо большое. Напомню, сегодня в студии «Балтик Плюс» был заместитель министра сельского хозяйства Калининградской области Евгений Балендор. Евгений Валентинович, спасибо вам за беседу. Надеюсь, к вашим настоятельным рекомендациям наши аграрии и фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств прислушаются. Будем надеяться. Спасибо. Спасибо.